Всем привет! Смотрите как восстановить данные с RAID 5 массива с нас хранилища Buffalo, модель TS5400D. У многих компаний и пользователей на сегодняшний день есть необходимость сохранения большого количества данных, которые используются в поседневной работе. Для этого они используют нас системы, которые позволяют управлять и хранить этими данными. Для организации хранения данных на сетевых хранилищах как правило используется технология RAID, которая повышает надежность хранилища. Такое хранилище позволяет сохранить данные при выходе одного или нескольких дисков из строя в зависимости от уровня RAID. Однако даже при использовании RAID массива данные могут быть утеряны из-за неожиданных сбоев в системе, выхода из строя нас или ошибок пользователя. В этом видео мы рассмотрим шаги по восстановлению данных с RAID массива 5 уровня, собранного в буфала NAS. Данная видеоинструкция поможет вам быстро и безопасно восстановить потерянную информацию и продолжить работу в обычном режиме. Для общего понимания хранения данных на RAID массиве давайте разберем как создать его на данном сетевом хранилище. Для доступа к панели управления хранилища запустите NAS Navigator, найдите в списке устройства и откройте параметры правой кнопкой мыши Open Settings или откройте браузер и введите IP-адрес вашего хранилища в адресной строке. Далее перейдите в раздел диски, затем вкладку RAID и настройки RAID 1. В открывшемся окне отметьте диски из которых будет состоять будущий массив, выше выберите уровень RAID и затем нажмите создать RAID массив. В результате будет запущен процесс построения массива и затем начнется рессинхронизация дисков. Данный процесс довольно продолжителен по времени, все зависит от объема и скорости накопителей. Дождитесь его окончания. По завершению построения и рессинхронизации дисков можно создать сетевую папку и залить данные. Для этого перейдите к настройкам совместного доступа. Для добавления нового каталога откройте настройки папки, а затем создать папку. В открывшемся окне настроек общей папки нужно указать ее имя, атрибуты и добавить отметки нужных сетевых протоколов. Окей. Теперь общая папка будет доступна по сети и вы сможете записать данные на диски. Сетевое хранилище готово к работе. Настройка сетевой папки доступна опция корзины, которая поможет вернуть случайно удаленные данные с нас. Вам достаточно просто открыть папку корзины и достать из нее ранее удаленные файлы. Если нужных файлов в корзине не оказалось или эта функция отключена, вернуть файлы вам поможет программа для восстановления данных. В том случае, если сетевое хранилище не работает, вы потеряли доступ к сетевому диску, рейд находится в разрушенном состоянии, вам потребуется специальная программа, чтобы достать из него важные данные. Hetman Raid Recovery заново соберет из накопителей разрушенный рейд и вы сможете вернуть из него утерянные данные. Программа поддерживает все популярные типы рейд и большинство файловых систем. С ее помощью вы сможете восстановить данные не только с нас от Buffalo, а и других производителей, включая Synology, QNAP и других популярных устройств хранения. Поможет собрать разрушенный рейд из накопителей при поломке нас устройства, контроллера, а также при выходе из строя одного или нескольких дисков массива. С ее помощью вы сможете вернуть критически важную информацию, которая осталась на дисках без использования нас хранилища. Для начала процесса восстановления нужно извлечь накопители из устройства и подключить к материнской плате компьютера с операционной системой Windows. Если для подключения на материнской плате недостаточно SATA портов или разъемов питания, воспользуйтесь специальными расширителями и переходниками. Их вы сейчас видите на экране. После подключения накопителей запустите программу. Утилита в автоматическом режиме соберет из накопителей разрушенный рейд и отобразить его в главном окне программы. Внизу вы сможете посмотреть параметры собранного массива. Для поиска файлов запустите анализ диска. Кликните правой кнопкой мыши по разделу. Открыть. Здесь нужно оказать тип поиска. Быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование. В таком случае программа оперативно просканирует диски и отобразит все найденные файлы. Этот тип анализа поможет найти файлы в большинстве случаев их потери. Как видите, программа без труда нашла все файлы, которые остались на дисках массива. Также и удалось найти удаленные. Они здесь отмечены красным крестиком. Содержимое всех файлов можно посмотреть в предварительном просмотре. Отметьте все, что нужно вернуть и кликните по кнопке восстановить. Далее выберите диск и папку сохранить данные. По завершении все данные будут лежать в указанном каталоге. Если в результате программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши и выберите проанализировать заново. Полный анализ. Укажите файловую систему и нажмите далее. В особо сложных ситуациях рекомендуется выполнить поиск по содержимому файлов, установив отметку глубокого анализа. Для удобства здесь реализирована функция поиска по имени файлов. А также утилита позволяет сохранить полную копию диска в файл, а затем работать с этим образом вместо фактического диска. Такая функция помогает защитить данные на диске от перезаписи, выхода из строя или других ошибок пользователя. Восстановление данных с RAID 5 массива Buffalo может быть сложной задачей, но следуя инструкции и выбрав правильную программу для восстановления данных, вы сможете вернуть утерянные файлы. Важно отметить, что при восстановлении данных с RAID необходимо соблюдать осторожность и не производить никаких действий, которые могут привести к перезаписи или изменению данных на дисках. Лучше всего работать с копией дискового массива, чтобы не потерять оригинальные данные. В целом программа для восстановления данных с RAID является незаменимым инструментом для любого администратора, который заботится о сохранности данных в своей системе. Благодаря ей вы сможете быстро и без потерь восстановить доступ к хранилищу и вернуть критически важные данные, даже если ваш НАС вышел из строя или массив RAID был поврежден. А на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok